1 млрд 553 млн тенге, выделенные в прошлом году на сферу внутренней политики, полностью освоены. За счет этих средств в области организованы общественно-политические события, выполнены государственно-социальные заказы. Глава областного управления внутренней политики отметил, что плановая работа в этом направлении будет продолжена. Также повысится ежемесячная заработная плата работников коммунального государственного учреждения Куамдап-Телеса. В прошлом году в регионе проведено порядка 10 тысяч общественно-политических мероприятий. Жамбулская область стала лидером по информированию о президентских выборах. В рамках государственно-социального заказа реализовано 142 проекта. В центре внимания – поддержание стабильной обстановки в регионе. При этом на постоянной основе рассматриваются случаи, которые могут привести к дестабилизации ситуации. В целом ситуация стабильная. Определенная работа проведена в Байзакском, Меркенском, Таласском, Сарасусском районах и в Таразе. По итогам социальных исследований работа специалистами будет продолжена. На контроле управления вопросы, волнующие население. Безработица, цены на продукты питания, уровень заработной платы, доступное жилье. Эти проблемы находятся в центре внимания. Руководитель управления также доложил о работе с институтами гражданского общества, информационной политики и обратной связи с населением. За отчетный период из областного бюджета на проведение информационной политики выделено 869,4 миллиона тенге. Это на 170 миллионов больше по сравнению с 2021 годом. В этом году ежемесячная заработная плата сотрудников коммунального государственного учреждения Куахамдек-Келесэм вырастет на 20%. Представителям СМИ будут выплачиваться гонорары. В этом году средства, выделенные на информационную политику, достигли 1 миллиарда тенге. Возник вопрос о том, что за свои статьи не получают гонорары. Я думаю, что в будущем на гонорары, в том числе и представителям интеллигенции, будет выделено 20 миллионов. В прошлом году управлению внутренней политики был дан ряд поручений. В этом году также намечено много задач. Важно, чтобы они были реализованы на деле. Поручается обеспечить проведение государственных и национальных праздников, а также значимых дат, в этом году на высоком уровне. По вопросам обратной связи, нужно систематизировать работу. Все озвученные предложения были приняты во внимание. Главное – спокойствие страны, отметили участники встречи. При этом Совет ветеранов призвал сохранить мер.